Одними из главных опознавательных знаков населенного пункта являются герб и флаг. Они выражают главную суть города, его уникальную составляющую. А в Десногорске их сразу несколько, и все они нашли свое отражение в символике Атомграда. Герб Десногорска хорошо знаком и узнаваем. Более того, он кажется очевидным для атомного города. В основе герба – символ атома, как в специфике Десногорска. Красные и желтые цвета символизируют свет и тепло, которое дает смоленская АЭС Десногорску. А голубь, как символ мира, подчеркивает мирное служение атома человеку. В таком виде герб существует уже более 10 лет. Но идея первого официального знака города появилась еще раньше. Трое талантливых горожан предложили свое видение герба Атомграда в 1992 году. Эскиз стал лучшим в конкурсе Городского комитета молодежи и был утвержден решением Совета народных депутатов 23 декабря того же года. Мы работали, это Кулаков Евгений, он был как бы администратором вот этого всего действа. Был Володя Морозов, который замечательный художник. Ну и в принципе идея на этом какая-то составляющая-то моя была, поэтому втроем мы как бы разработали герб. Ну не знаю, это было начало 90-х, хотелось что-то новое в город внести. Пробыв символом в Десногорске около 12 лет, герб обновляется в 2004-м. Птицы и кольца стали золотого цвета на темно-синем фоне. Поле щита пересечено теперь белыми и темно-синими волнами. Они же отсылка к Десногорскому водохранилищу. А по-настоящему новый дизайн знака Атомграда Смоленщины появится спустя 5 лет. Для имиджа города мы поднимали имидж города, для привлечения туристов в наш город. И поэтому с серьезностью отнеслись к принятию этого решения. Василий Дзядзин – депутат Десногорского городского совета третьего созыва. 28 октября 2009 года он принимал участие в депутатской сессии, где был утвержден нынешний герб Десногорска, а также и флаг с аналогичной эмблемой. Несмотря на то, что депутаты были разные партии, разные группы в движении, это, наверное, не впервые, но одно из редких моментов, где принят вопрос был принят единогласно. Причем были довольны авторской группой комиссии, которая готовила проект это решение. Тогда же герб и флаг были внесены в государственный гералитический регистр Российской Федерации. Сегодня же, спустя ровно 11 лет, символы Десногорска остаются актуальными и лаконично отражают специфику по-своему уникального города не только Смоленщины, но и всей России.